Ребят, всем привет, с вами Гару, и вы смотрите очередное видео, посвященное механике Блэк Дезер. На этот раз речь пойдет о бафах. Как ни странно, у многих до сих пор возникают вопросы, как же корейцы делают себе целые полосы различных бафов, которые дают столько вкусных бонусов. Давайте разберемся для начала в способах получения бафов. Первый, основной, это баф от различной еды. Второй, это предметы в доме. Третий, это алхимия. И четвертый, свитки из шопа. Пятый вид бафов, это бафы другого персонажа, ну и наши собственные, достаточно кратковременные. Начну по порядку, с бафов от еды. В игре существует несколько видов топовой еды, получившие название различных обедов, ну как правило по названию территории. Медийский, кальфионский и так далее, ну есть еще рыцарский обед. Про ее готовку я не буду рассказывать, видео все же не об этом. Стоит лишь упомянуть, что обедом эти блюда называются неспроста. Для их создания надо приготовить несколько других блюд и собрать их в дальнейшем вместе, получив таким образом обед. Каждый из этих обедов дает вашему персонажу 3 положительных эффекта на 2 часа. К примеру, кальфионский обед дает 100 хп, 5 хп регена и 5 единиц сопротивления любому урону. И имеют кулдаун 30 минут. Использовать же еду надо следующим образом, то есть съели 1 обед, получили 3 бафа на 2 часа. По прошествии получаса съели второй, получили еще 3 бафа. Прошло еще полчаса, съели третий. Суть в том, что разные обеды не заменяют эффекты друг друга. Наши корейские друзья также активно применяют различную ивентовую еду, которая может давать до 5 бафов в сочетании с этими обедами. Бонусы от еды, как вы видите, очень даже неплохие и вкусные. А что самое приятное, после смерти бафы еды не спадают. Так что задолго до начала осады корейцы начинают харчить эти самые разные обеды, собирая нужный им набор бафов. От домашних вещичек можно также получить пару полезных бафов. Их набор, кстати, довольно велик. Там и увеличение хп, и уклонение от всех видов урона, и меткость. В общем, очень много различных. Все самое полезное там собрано. Но, к сожалению, эти бафы взаимозаменяемы. Один баф можно получить от обычного интерьера, и один баф от мебели, покупаемой в шопе. По продолжительности они длятся от часа до двух. Их можно было бы использовать на тех же осадах, но, к сожалению, в отличие от бафа еды, баф с интерьера теряется при смерти вашего персонажа. Так что их используют, как правило, на кач. К примеру, баф от забавного пятнистого диванчика в углу моего дома дает плюс 10% экспо на два часа. А вон так голова босса на стене увеличивает получаемые очки навыков. Эффекты, накладываемые на вас алхимическими зелиями, длятся недолго. Буквально несколько минут. Но их бонусы очень существенны. К примеру, я использовал только что зелье, дающее 100% увеличение силы критического удара. Согласитесь, серьезный аргумент в пвп для персонажа, раздающего криты налево и направо. Так что для серьезной зарубы у каждого корейца заныкан флакончик, увеличивающий на 100%, к примеру, его даун атаки или бэк атаки. Ну, или вообще какие-нибудь другие полезные параметры. К сожалению, кулдаун для применения зелий такой же, как и время их действия. Так что только один баф с алхимией, серьезный. Ну и, наконец, баф из шопа. Их, как правило, называют просто свитки. И на той же корее их можно приобрести как за эмки, так и за жемчуг. Как это будет на ру и будут ли они вообще, я не знаю. Но есть свитки на хп, дающие 100 хп. Есть свитки на мп. Последние, кстати, бесполезны для воинов и гигантов. Они нужны лучницам и магичкам. И свитки на увеличение получаемой экспы, скиллпоинтов и даже опыта лошадей. Также стоит заметить, что полоска бафа внизу персонажа не отображает все бафы. Она имеет достаточно ограниченное число отображаемых усилений. Но можно набафать на своего персонажа и больше их количества. Бафы других персонажей, вроде таймера, лучницы или баф, которые персонажи накладывают сами на себя за счет применения каких-то умений. Серьезно рассматривать сложно. Они очень кратковременные и вешаются по ситуации. То есть цели отбегать там всю осаду под бафом таймера, например, или провести замес под бафом лучницы, как правило, никто перед собой не ставит. Положили, хорошо, нет, ну ладно. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте подписываться на наш канал и следить за новостями на сайте goha.ru и blackdesertonline.ru. Всем пока!